Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь вот в описании этого выпуска there будет ссылочка, как купить книгу. Пройдитесь по ней, сделайте все так, как там написано. Если вы проживаете за пределами России, можете написать на электронный адрес, и вам ответят, как вам в Америку, или в Европу, или еще куда заказать эту книгу, и ее вам я или мои помощники обязательно вышлю. КОПЕНГАГЕНЕ КОПЕНГАГЕНЕ Итак, сегодняшний рассказ будет исключительно только о ней. Ну, может быть, по пути я скажу и об армянах Дании. Карен Еппе родилась в 1876 году. В 1902 году директор гимназии Фредериксон, у которого училась Карен, прочитал однажды ученикам статью о преследованиях и убийствах армян в конце 19 века. Ну, как вы понимаете, это была гомедийская резня. Несмотря на то, что Еппе была миссионеркой, она никогда не пыталась обратить армян в свою веру, лютеранский протестантизм. Хотя это было запрещено в Османской империи, Еппе позаботилась, чтобы старшие дети в приюте изучали армянскую историю и армянские песни, чтобы они могли поддержать народный дух, который смог бы сохранить армянский народ до наших дней. Еппе также считала, что ключевая функция западной помощи в том, чтобы предоставлять армянам возможность финансовой независимости, поскольку иностранного спонсирования не хватало на содержание и работу организации. Теперь нужно было уделять внимание и профессиональному образованию. Благодаря усердной работе экономическое положение в Урфе становилось лучше. Был создан кожевенный завод, ткацкая и красильная фабрики. Были получены новые выкройки и дизайны зданий, чтобы привнести идеи и инновации в местное производство одежды. Многие армянские изделия ручной работы были отправлены и проданы в Дании. В 1908 году Карен Еппе вернулась на родину, чтобы отдохнуть и рассказать датчанам о проблеме армянского народа. Пока она отсутствовала, в Османской империи вновь случились массовые убийства армянского населения. В Киликии было убито около 20-30 тысяч армян. Младотурки, обещавшие мирное сосуществование мусульман и христиан, оказались националистами, которые не сильно отличались от своих предшественников. Несмотря на новые ужасы и проблемы, Еппе в этом же году возвращается в Османскую империю и продолжает свою деятельность. В 1909 году она приобретает ферму в горах за пределами Урфы, которая служит как летним местом отдыха, так и местом, где армяне могут пройти обучение и набраться опыта в обработке почвы. Карин Еппе получила большую помощь от своего сына Мисака Мелканяна, которого она усыновила через несколько лет после того, как приехала в Урфу. В свое время он признался ей, что когда впервые ее увидел, он почувствовал, что она обязательно станет его матерью. Еппе также удочерила девочку Люсию. В 1915 году, когда случился геноцид армян, даже в этот период Карин Еппин, хоть и заболела пятнистой лихорадкой, но отказалась возвращаться в Данию и оставалась в Урфе, несмотря ни на что. Она помогала армянскому населению как могла, прятала беженцев под полом своего дома, организовывала еду и воду для армянских караванов, которые проезжали через Урфу. Под половицами она держала разыскиваемых турецкими властями. Среди них были бизнесмен Бедросдер Бедросян, Геворг Горобедян, а также священник Дер Горегин Воскирчан, его жена, их 15-летняя дочь и двое младших сыновей. Старший сын был убит, как и многие другие армяне, во время службы в Османской империи. Епи постоянно преследовали и угрожали власти, особенно из-за Дер Горегина, поскольку считали его защитником восстания в Урфе. Чтобы спасти остальных, священник вместе со своей женой выпивают яд, а их тела относят к дороге, где их смогли опознать турецкие власти. Эта жертва позволила отвлечь внимание, и Епи удалось переправить около 50 армян в безопасные места под видом курдов и арабов. В 1921 году Карен Епи вновь возвращается на Ближний Восток и уже в Алеппо, где оказалось очень большое скопление армянских беженцев, в основном женщин и детей. Здесь она остается в лагерях для беженцев, открывает швейную фабрику, затем кожевенный также цех, как в свое время в Урфе, и дает работу свыше 300 женщинам этих самых лагерей. Благодаря чему они оказались у дел и стали производить собственную продукцию и зарабатывать собственные деньги. В то же время Епи предлагают присоединиться к комитету Лиги наций по освобождению армянских женщин и детей. Еще до своего назначения она курировала независимый отряд мужчин по освобождению людей из плена. К 1920 году не менее 30 тысяч армян являлись депортированными женщинами или детьми, которые проживали в турецких гаремах или у арабских кочевников. Сначала Епи скептически относилась к своему назначению. Ей предстояло не только освободить армянских женщин, но и предоставить им финансовую и социальную помощь. Тем не менее, членство в Лиге наций дало ей привилегии, финансовое обеспечение, специальную машину с эмблемой организации и особый статус, дающий ей свободный доступ к передвижению. Вместе со своим сыном Месаком создают несколько спасательных и поисковых станций. Слух о спасательных пунктах распространился быстро. Женщины и дети бежали к ним, откуда были перевезены в Алеппо. Часть беженцев приходилось выкупать у хозяев. Также было создано специальное отделение, которое помогало армянам найти своих близких. Около 80% обратившихся удалось найти хотя бы одного своего родственника. Я думаю, это было начало-начал программы «Жди меня». А вы как считаете? Уникальность Еппи состояла еще в том, что она получала деньги не только из Лиги наций, но и призывала американцев датского и скандинавского происхождения собирать деньги для армян, беженцев, находящихся в лагерях в Алеппо. Ну и в то же время она хорошо понимала, что нужно было армянам духовно расти, потому что, находясь на чужбине, они бы могли быть зависимыми от этих самых иностранных денег, иностранного капитала, хотя они сами и работали. А чтобы они были независимыми, нужно, чтобы они интеллектуально тоже трудились, то есть открывать армянские школы, высшие учебные заведения, где бы армяне могли продолжать изучать свой язык, свою культуру, будучи на чужбине. И это все ей удалось сделать вместе со своими приемными детьми. Также интересен факт, что вместе с сыном Мисаком Еппи взяла в аренду земли у бедуинского шейха Хаджима Паши. Здесь они построили дома, отремонтировали старые плотины, занялись сельским хозяйством и наладили рыночные отношения с арабами-бедуинами. Хаджим Паша стал хорошим другом Карен Еппи. Он всячески помогал ей, а его статус в регионе обеспечивал безопасность армянских поселенцев. К 1929 году армянские беженцы стали уже частью Сирии. Они были хорошо приняты бедуинами и помогали французам в производстве хлопка. Занимались не только сельской, но и коммерческой и профессиональной деятельностью. Со временем, как утверждала Еппи, арабы смогли изменить свое отношение к армянам. Очищенные от ксенофобии и спровоцированные Османской империей, они были открыты для переоценки своих взглядов. Карен Еппи скончалась в достаточно молодом возрасте, 59 лет, в 1935 году в Алеппо от сердечного приступа. Там она и похоронена. Здесь, на ее родине, в Дании, на камне высечена надпись «Матери армян Карен Еппи». Ну, а мы с вами, когда прогуливались, я рассказывал вам об этой чудо-женщине, о матери армян Карен Еппи. Дошли до армянского проезда, который находится здесь, в Копенгагене. Вот эта надпись «Armian Sway» или на датском языке «Армянский проезд», а можно назвать «Армянский путь». Армянский путь, который проделала Карен Еппи и который не каждый армянин может проделать.